Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня наполовинку Надя Эггерс. Вы просто будете меня видеть в кадре. Главная цель нашей сегодняшней встречи – это встреча с этим замечательным профессионалом, которую зовут Инга Колесникова. Почему мы решили создать этот ролик для вас? Потому что очень много вопросов на Юлины видео приходит по ипотеке. Как раз-таки Инга нам сегодня расскажет на самые популярные вопросы, популярные ответы. Добрый день всем. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно поучаствовать в этом проекте. Этот канал я тоже смотрю очень давно и благодарю Юлю за приглашение и Наде тебя тоже. Инга сказала сегодня, что она смотрела этот канал, когда еще была в России. Да, жила в России. Жила в России три года назад. Очень приятно. Это даже было раньше, то есть три года назад мы приехали. И вот сейчас Инга у нас в роли профессионала, который ответит на очень горячие вопросы. Инга, расскажи, пожалуйста, о себе, профессиональная твоя деятельность, какой сервис предлагаешь, в каких районах работаешь и в какие страны, может быть, охватываешь ты, если ты работаешь только локально на United States или еще у тебя есть другие страны в твоей профессиональной карьере. Ну, начну с того, что, первое, я занимаюсь ипотечным кредитованием. Я помогаю людям получить ипотечный кредит на дом или рефинансировать имеющийся ипотечный кредит. То есть, соответственно, представляю лендера, одного из крупнейших в Америке. Ты работаешь напрямую на лендера, то есть ты не брокер по ипотеке, ты работаешь на определенного лендера. Без посредников, непосредственно на банк. Это интересно. Да, The Home Federal Bank of Hollywood. Такой банк есть во Флориде. Вот, значит, я работаю в должности в mortgage loan originator, license, то есть имею лицензию, училась, прошла обучение и имею большой опыт уже. И могу помочь людям в любой ситуации получить ипотечный кредит. Хорошо. Работаю я по Флориде в основном, то есть любой город, любая county не имеет значения. Но также, если людям интересно в инвестиционных целях купить недвижимость, то я могу помочь сделать это в любом штате Америки и плюс другие страны. То есть я имею в виду, что я могу помочь людям, которые живут в других штатах, и ипотечный кредит предоставить, помочь с этим в других штатах. И также я работаю с покупателями, которые инвестируют в Америку из других стран. Причем страны бывшего Советского Союза, все страны любые. И Канада, например, очень сейчас актуальна. То есть людей из Канады инвестируют очень много. Ну и все остальные страны в том числе. Потому что большинство банков в нынешней ситуации не инвестируют людей из бывшего Советского Союза, стран бывшего Советского Союза. Ну здорово. Ты работаешь именно на такой банках, который дает ипотеку. Да, очень большую возможность предлагает. Ипотеку для иностранцев. Это отлично. Но это может быть, честно говоря, совершенно отдельная тема. Потому что ипотека для иностранцев это тоже интересный вопрос. Но он не очень короткий. Давай поговорим сейчас о местных кредитах. Я имею в виду для тех, кто живет на территории США. Как происходит подготовка семьи, человека, который хочет получить кредит? Как происходит, как ты квалифицируешь этого покупателя, на какую сумму он может себе позволить? Вообще расскажи об этом процессе. Это очень интересно. Да, конечно. Чтобы люди были готовы с чего начинать, с какими документами к себе идти для того, чтобы ты квалифицировала. Окей. Ну, смотрите, значит, есть два варианта в данном случае. Вариант, который требует подготовки, а есть вариант, который не требует подготовки к ипотеке. Вариант, который требует подготовки, это вариант, когда люди работают, и у них все хорошо с доходом, но у них нет большого первоначального взноса, и они должны собрать все документы и, как минимум, иметь на протяжении двух лет стабильный доход. И хороший доход, да, для того, чтобы взять ипотечный кредит, если они хотят только какой-то небольшой первоначальный взнос нести. Люди, которые в инвестиционных целях покупают недвижимость, и у них 20% есть первоначальный взнос, и они не обязательно готовятся, потому что есть такая программа, она называется «Без подтверждения дохода», то есть без предоставления своего дохода, инкома. То есть по этой программе клиенту не нужно тебе предоставлять такс-ретюнд, налоговую декларацию за два года? Да, вообще не нужно. А будет от этого зависеть процентная ставка? И какая разница между процентными ставками? То есть если человек предоставляет все свои доходы, показывает, да, если предоставляет все документы и тоже дает 20% первоначальный взнос, у него будут намного выгоднее условия кредитования, чем у человека, который без предоставления всех этих доходов. Естественно, разница есть, но она не такая огромная, то есть речь идет не о том, что этот первый человек получит 3% или 2,5%, а второй получит 10%, то есть нет. То есть там разница, может быть, будет в проценте полтора примерно. Да, к примеру, за последнее время, я понимаю, что процентные ставки растут, за последнее время твой самый лучший процент для клиента, который показал доход, к примеру, и заплатил 20% первоначального взноса. Вот какой вот за последний, может быть, сказать, месяц, какая была самая лучшая ставка? Самая лучшая ставка за последний, если последний месяц взять, то это 2,75%. 2,75%, окей. Да, а если взять за последний год, то это 2,25%, например, была процентная ставка. Потому что ставки просто выросли, да, конечно. Ставки колеблются, как и маркет, то есть это все регулируется постоянно и меняется, поэтому никто не знает, какая средняя ставка была полгода назад и какая она будет еще через несколько месяцев. Ну, можно сказать, в районе 3% или ниже. Можно для человека, который показал налог за 2 года и заплатил 20% даунпеймента. Да. Что-то еще вот именно по этим темам, прежде чем перейдем к другому вопросу? Ну, человек, который хочет взять ипотечный кредит и показывает доход, есть еще промежуточный вариант. Когда человек не показывает доход, который он подает в декларацию в налоговую, а показывает только депозит, свои поступления на персональный или бизнес-счет. То есть показывает выписку из банковского счета, да? Да, да, да. За последние 12 месяцев. 12 месяцев, окей. И таким образом мы не рассматриваем его затраты, которые он имеет, да, по своему бизнесу. А только доход, который приходил на банковский счет. Да, только на банковский счет. То, естественно, процент будет повыше. Будет такой процент, который немножко средний между тем, что без там совсем доходов и который с доходами. То есть это тоже альтернатива, потому что многие компании, многие бизнесмены, да, или частные предприниматели, у них очень много расходов, да, и потом, получается, они подают налоговые декларации, там доход совсем маленький. Конечно, да. В данном случае это как вариант возможность получить ипотечный кредит, да. В данном случае там есть минимальный первоначальный взнос 10%, но это все равно не 20% и не 30%, и это очень хорошая программа. Ну, она, я думаю, многим подходит эта программа. Например, я бы сказала водителям фур, да, то есть показать хороший, ну, как бы большой налог, большой доход, да, большой доход, они же все равно, у них очень много затрат именно на обслуживание этой же самой фуры. Конечно. То есть и тот же самый... Ну, топливо очень много. Топливо, реально. Да, страховки, лицензии и так далее. Там очень большие затраты, и показать какой-то хороший такс-ретюн, это значит, или не отремонтировать свою фуру вовремя, в общем, тогда вот такая программа подойдет. И по статистике хочу заметить, что как раз-таки вот большинство моих клиентов, они являются трек-драйверами, то есть вот именно по этим программам. А также предприниматели, которые занимаются работой, например, онлайн-торговля, Amazon и так далее, и, например, услуги, да, какие-то там repairs, там appliance repairs, то есть люди, которые предоставляют услуги тоже. Да, вот это тоже очень интересный вопрос. Вопрос. Кто может получить кредит, то есть какой статус у человека должен быть на территории США? Окей. Ну, значит, здесь получается тоже, ну, как я и говорила, да, мы делаем ипотечные кредиты, предоставляем для иностранных граждан, и там есть определенная категория виз, которую мы требуем. Действующая виза, да, в США должна быть, это туристическая виза, студенческая виза, виза рабочая, инвестиционная, там очень много виз разных, но это речь идет об иностранцах. А если для местных, кто сюда приехал недавно, например, да, например, 2-3 года живет, они тоже могут претендовать, даже если они здесь по визе находятся, вот, или даже если они подали на убежище, неважно какое, политическое, по политическим, там, по религиозным каким-то моментам, эти все люди, проработав здесь 2 года, они также имеют право, не имея грин-карты, получить ипотечный кредит. А если, к примеру, они еще не проработали 2 года, люди приехали год назад по политическому убежищу, получили этот статус, и через год они могут себе позволить кредит или нет? Могут, но это будет программа Private Lending Money, соответственно, там будет достаточно высокий процент, там, от 10, допустим, да, высокий down payment, потому что они себя еще не зарекомендовали здесь, как кредитоспособный, почему эти 2 года, да, требуют, потому что с 2 года можно понять, как человек проявил себя в плане платежеспособности, да, и кредитоспособности, поэтому вот есть определенный минимальный такой срок 2 года, но вот в такой ситуации есть возможность взять по более высокой ставке кредит, да, Private Lending Money, а потом, например, еще через год рефинансироваться, я могу помочь, уже на обычную программу, где будет совсем другая процентная ставка, то есть такая, о чем мы говорили, самая выгодная, и все поменять в лучшую сторону, но уже не платив за аренду, например, да, за аренду, а платить уже за свой дом, можно даже сразу, как только они приехали в страну. Ну, смысл в этом есть, потому что цены сейчас реально растут, и если люди будут ждать еще годик, например, чтобы купить, приобрести себе жилье, цены, они вырастут, может быть, есть смысл сейчас что-то приобрести, пусть это будет по более высокому проценту, но так получилось, ну, не готова семья еще, да, приобрести дом, они только год здесь прожили, и потом перефинансировать, мне кажется, это будет даже более выгодно, чем еще год ждать, когда цены вырастут еще выше, и, в принципе, будет, но получат хороший процент, правильно, да, вот мой ход мыслей, получат хороший процент, но уже и стоимость дома будет выше. Да, и еще хочу заметить один момент, очень важный, про который я не знала, когда я приехала в страну, как приехала, у меня была туристическая виза, B1, B2, если бы я знала, что я могу приехать и получить ипотечный кредит по своей визе, у меня еще был какой-то доход в своей стране, я могла продолжать, я могла показать этот доход и взять ипотечный кредит, я об этом не знала, то есть мне тогда никто не посоветовал, у меня был 30% первоначальный взнос, как для иностранцев, и это выгодная процентная ставка, например, в районе 4,5% годовых, понимаете, то есть именно по туристической визе. Ну, все это индивидуально, естественно, в моем понимании, под каждую историю, под каждую ситуацию это будет отдельный совет от профессионала, ну, как бы тебе нужно будет квалифицировать человека и направить его в правильное русло, какой кредит ему лучше подходит, подобрать под него программу. Да, каждая ситуация, она индивидуальна, даже если это налоговые декларации одинаковые, даже если это доходы и бизнес похожи, все равно какие-то есть нюансы, немножечко отличаются друг от друга, но мы находим всегда возможность помочь человеку, 99% что мы сможем предоставить ипотечный кредит. Наш банк очень большое количество программ позволяет предоставить, и успех очень высокий. Значит, смотрите, туристическая виза должна быть действующая на протяжении еще полгода вперед. Дальше, естественно, это нужно будет показать, либо показать доход, который есть в стране, где он непосредственно проживает. Но есть возможность даже не показывать доход. Тогда процентная ставка просто будет чуть-чуть выше, и первоначальный взнос не 30%, а 35%. То есть это тоже в инвестиционных целях. То есть это получается Foreign National вот эта программа? Да, они обе Foreign National. Одна Foreign National программа, если человек может подтвердить доход, неважно, работает он у кого-то по найму, зарплата есть, или у него свой бизнес, делается определенная справка от бухгалтера, где мы смотрим его доход, в котором все указывается. Предоставляется перевод с переводом банковская выписка, или письмо из банка, где указывается, что он надежный, кредитоспособный гражданин, и все, то есть очень небольшое количество документов позволяет быстро получить кредит и купить, вложить в инвестиционных целях деньги. Вот у меня отсюда вытек другой вопрос. А если у человека, мы знаем все, как сейчас получить туристическую визу из России в Америку? Да. Практически невозможно. Консульства, посольства закрыты. Если у человека нет туристической визы, вообще никакой визы в Америку, но он хочет на будущее какую-то инвестицию сделать, это без шансов? То есть обязательно должна быть виза в Америку, да? Есть только такой вариант, что он может стать гражданином Канады, которым она не нужна вообще. Я просто к тому спрашиваю, что должна быть обязательно какая-то виза туристическая. Потому что человек должен въехать на территорию страны, как минимум для того, чтобы открыть счет в банке здесь, должен быть счет в американском банке открыт. Если есть необходимость закрытия сделки делать у себя дома, находясь, это не проблема, это можно сделать. То есть не обязательно здесь находиться в период оформления, да? Можно и дом найти с Надей, и оформить сделку, и все это сделать онлайн. Но человек должен иметь возможность въехать в страну и открыть счет в банке. Потому что американские банки, за исключением канадских банков, TD Bank, например, которые здесь и там, невозможно просто открыть счет, находясь в другой стране, в Америке. Вот только в этом причина. Так что вот. А как вот получить визу? Ну, это уже вопрос. Да, это вопрос уже к другому специалисту, да. То есть я, конечно, у меня есть на этот счет свои советы и мысли, но... Но это уже по телефону, да, не в рамках сегодняшнего видео. Инга, я хотела спросить такой вопрос. Всем известно... Кстати, не всем известно, что существует такое понятие, как closing cost. Да. А ты могла бы сказать, что такое closing cost от лендера? Это будет дополнительный... Я сейчас приведу. Closing cost – это дополнительные расходы на закрытие сделки. То есть, к примеру, вы купили дом за 400 тысяч долларов, и у вас помимо вот этой стоимости на дом будут еще дополнительные расходы. Да, все верно. Какого они размера, если вот человек берет кредит, естественно, там расходы для лендера, титульные компании, государственные, региональные и так далее. Вот ты могла бы это сказать? Конечно, да, это очень такой актуальный вопрос, все об этом спрашивают, потому что когда вы берете ипотечный кредит, вы должны понимать, что у вас эти дополнительные расходы будут иметь место, да, и вы должны понять, что у вас еще деньги дополнительные должны на это тоже иметься. То есть помимо даунпеймента, какой-то там установки 10%, 5%, 10%, 15%, 20%, помимо даунпеймента еще будут дополнительные расходы. Да, эти дополнительные расходы называются closing cost у нас. Они состоят из нескольких частей. То есть, и когда у меня человек спрашивает заранее, а какой у меня будет closing cost, да, то есть я могу только назвать приблизительные цифры, поскольку он состоит, и он зависит, этот closing cost, от разных моментов. Вот, как минимум, как минимум, разница бывает в том, что человек покупает новый дом или уже построенный дом. Потому что если человек покупает через билдера строить дом, через застройщика, застройщика, да, и покупает дом, то там еще расходы застройщика включены в этот closing cost. И, естественно, это 2-3 тысячи 4, может быть, даже долларов, на которые, надо понимать, дополнительно увеличивается эта цифра closing cost. Дальше в эту сумму входят очень важный момент расходы по страховке дома и налоги. Это называется налог на имущество по-русски, но здесь это называется property tax. Соответственно, эти и insurance, да, страховка и таксы, они оплачиваются вперед, в полном объеме, то есть за год. И поэтому эти цифры, они тоже включены в closing cost. Дальше в этот closing cost включены расходы title компании, которая производит оформление. Титульная компания, которая производит оформление сделки. Конечно, да. Это юристы, может быть. И также government, то есть title, титульная эта компания, title company, она дает эти цифры заранее нам, потому что мы даем запрос на эти цифры. Также insurance, он может добыть, да, страховка, в зависимости от того, насколько дом новый, она может уже варьироваться, там, от 500 долларов в год до 3 тысяч 4 в год. Это очень большая разница. Я почему-то 500 долларов давно не встречала. Без проблем, только что... Но если это конда, конда, да? Нет, почему? Вот на дом, new construction, новый дом, я только недавно, 450 долларов в год. Вот была страховка, дом стоит 360 тысяч долларов. То есть это как бы нормальные цифры, да. Потому что мы стараемся людям предлагать и давать возможности помочь найти брокера страхового, который им даст несколько вариантов, да. То есть как бы я тоже помогаю с этим людям вопросом, потому что они потом удивляются, как можно маленькую страховку, иметь, ну, на дом. Соответственно, вот closing cost, он состоит из много-много-много цифр, многих цифр. Наши расходы, там тоже присутствуют наши, да, цифры от банка, но они обычно стандартные. То есть это underwriting fee, там, credit report fee, еще какие-то fee, вот. Если человек хочет улучшить свою процентную ставку, ну, по сравнению со средней, которая для него существует, он может немножко доплатить и уменьшить процентную ставку, и у него будет тот интересрейт, который он захочет. То есть я предлагаю несколько options, вариантов для этого. Поэтому так вот. Да, такой долгий достаточно вопрос, ну, естественно. Он актуальный, да. Это актуально. Потому что людям тяжело, они видят этот документ с этими цифрами, у них разлегаются глаза, и они не понимают. Послушай, вот, Инга, а есть какой-то, вот, например, ты могла бы сказать, что closing cost варьируется от, там, к примеру, ну, если не включая депозит, вернее, первоначальный взнос, вот чистый closing cost, есть какое-то, ну, варьирование? Да, конечно, есть варьирование. Я сейчас расскажу. Есть статистика, да? Ага. Он варьируется от 10 до 25 тысяч, если это интересная информация. К примеру, если цена дома была 400 тысяч, мы берем, то есть это будет... Это, конечно, будет дороже, поскольку и таксы на этот дом дороже, и government fee, это все будет дороже. Но если этот дом еще new construction, то есть от застройщика, то это будет еще дороже, нежели 400 тысяч, дом, которому 3 года, и уже он имеет, ну, построен. В общем, от 10 до 20 тысяч. Ну, где-то... Это большая разница, честно говоря. Большая разница, но... Меже 10 и 20. То есть он может быть 12, может быть 15, может быть 18. А может быть 10, а может быть 25 даже. То есть здесь... Обалдеть. Действительно, это трудно... Но как же человеку рассчитывать? Вот как покупателю рассчитать? То есть он насобирал честным трудом свои 10 процентов, скажем, да? А потом ему там оп, и говорят, что тебе еще надо 25 тысяч. Вот как же это все рассчитывается? То есть это как-то заранее ты и предупреждаешь? Ну, как минимум дом, который стоит 250 тысяч, на него не будет closing cost 25 тысяч, это точно. То есть надо понимать, что если ты покупаешь дорогой дом, то у тебя расходы на оформление будут дороже по сравнению, то есть это обязательно будет градация. Если ты покупаешь канда, это будет намного дешевле, это будет минимум closing cost, который имеет место быть, поскольку там все дешево, все недорого. Ну, я не говорю про дома за миллион долларов, я вот беру среднюю такую статистическую 400 тысяч. Нужно все смотреть. Когда вы покупаете дом, мой вам совет. Первое, обращайте внимание на property tax, который у вас будет на этот дом. Потому что когда у вас property tax 10 тысяч, то это вы заплатите, можно сказать, эту цифру на closing. Когда у вас property tax 3 тысячи, у вас до 7 тысяч долларов closing cost будет меньше. Это как минимум разница. Да, это очень важный момент. То есть вы, когда ищете дом, можно обратить на это. Плюс insurance, тоже очень важный фактор. Страховка. Но заранее же этого не узнать, какая была страховка. Узнать. Можно позвонить брокеру и попросить по этому адресу. До того, как вы посмотрели дом? Естественно. Просто по адресу, и он тебе скажет. Поскольку это общая база данных, insurance company не владеет всеми этими данными, и они могут посмотреть. Они видят, какая крыша, какого года это в этом доме. Новый, не новый water heater, то есть вот эта обогревательная система водоснабжения. И сам год постройки дома имеет значение. Поэтому как минимум, если это таксы маленькие на дом, и если это достаточно все хорошо по страховке, можно уже понять, что у тебя будет. Это не 20 тысяч closing cost, а там, например, 12. Ну, ты можешь предложить такую услугу, помочь узнать приблизительную страховку на этот дом. И таксы. И налог. А на следующий год как вообще распределяются вот эти таксы? Так же за год вперед берутся? Или уже включаются в месячную обогу? Смотрите, дело в том, что вот эти таксы, которые вперед платятся, и страховка, они не то, что вы платите их кому-то, и они исчезли. Это не фи. Это та гарантия, которая дает возможность банку в случае неуплаты рассчитаться с government и с insurance company. То есть это... Это идет как накопительный счет. Это как депозит определенный. Депозитный счет. Заплаченный вперед. Заплаченный вперед. И поэтому эта сумма, она все время лежит. Она как бы как несгораемая. И если вы потом, например, хотите рефинансироваться, уменьшить процентную ставку или поменять программу, то эта цифра, эта сумма, она на тот момент, да, когда она вот вы это делаете, это все никуда не исчезает. Оно вам возвращается на ваш банковский счет. Через 3-4 недели после оформления новой сделки. И когда вы начинаете уже платить кредит, на следующий год вы больше никогда не платите эту большую сумму. Вы платите только вот ежемесячные пейменты, платежи. Ежемесячные, она уже включена. В ежемесячные включена, да, помесячно, но это идет как бы накопление уже на следующий год. Не на этот текущий, когда вы оформляете, а уже на следующий. То есть это гарантия своего рода. Но есть определенный, очень интересный момент в этом мероприятии, скажем так. Вы можете не платить это вперед. Вы можете не включать таксы, иншуранс в свой пеймент. Если вы даете 20% первоначальный взнос, то можно избежать этого. И тогда у вас и closing cost. Соответственно, вы не должны платить это на клоузинге. И ежемесячные платежи, они не будут включать эти таксы, иншуранс. Вы платите это сами. А, сами платим. В конце года. Окей. Все равно вы платите. Ну, вы платите, но вы, допустим, вы избегаете двойного, скажем так, вот этого пеймента, да, вот, который у вас сразу происходит на клоузинге. Если у вас нет возможности заплатить 15 тысяч на клоузинге, например, да, то вы можете заплатить 10, вот. И в ваших... Ну, это только 20% и выше, да? Да, да. То есть 15% даунпеймент, это уже не работает. Не работает, только 20%. То есть есть всегда какой-то момент и всегда возможность... Всегда есть но. Ну, всегда есть способ что-то уменьшить и избежать каких-то дополнительных, может быть, расходов или в этой конкретной ситуации нет возможности, да, платить, но потом будет. И, ну, то есть люди могут обратиться ко мне, и я посоветую, какую лучше выбрать программу. Из любой ситуации есть выход. Все верно. Ну, друзья, мы выяснили самые главные наболевшие на сегодняшний день в ответы на такие вопросы, которые волнуют очень много наших зрителей. Надеюсь, что мы ничего не упустили. Естественно, мы можем разговаривать очень долго еще, пару часов точно, я могу сказать, но нам уже нужно на сегодня это закончить. Ты забыла что-то добавить? Я единственное хотела добавить, чтобы люди не боялись и брать ипотечный кредит и обращаться ко мне за помощью. И я считаю, что в любой ситуации, из любой ситуации можно найти выход. И мой сервис непосредственно, я предлагаю возможность обсуждать и готовиться к этому процессу. И я работаю с таким графиком, который позволяет людям всегда в любое время мне позвонить, написать сообщения. Я всегда беру трубки, я всегда на связи. Это очень важно. И консультация бесплатная. Да, и консультация бесплатная. И со своей стороны могу только именно сказать, что помогу, чем смогу. И постараемся сделать так, чтобы вы стали обладателем, счастливым обладателем своего дома или вложить деньги в инвестиционных целях. Помогу тоже. Благодарю. Спасибо большое, Инга, что приехала. Помогла нам разобраться со многими вопросами. Друзья, спасибо вам большое, что вы посмотрели. Если вы выслушали до конца, вы герои. И если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите. Инга сможет отвечать на ваши вопросы. Или вы можете спросить контакты Инги у Юли, и она вас может проконсультировать уже напрямую по телефону. Так, до новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока. Спасибо всем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok